О детях жительницы Российской Смоленской области, обвиненные в госизмене, позаботится государство. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка пообещал присмотреть за семью детьми Светланы Давыдовой, которые арестовали после обращения в посольство Украины с секретной информацией. Арест многодетной матери, которой грозит до 20 лет тюрьмы, прокомментировали в Киеве. В эксклюзивном интервью РТВА пресс-секретарь СНБУ Украины заявил, что Киев не удивлен действиями российских властей. Тему продолжит Валерий Кипелов. История многодетной матери из Вязьмы, которая в одночасье превратилась из домохозяйки во врага народа, в топах интернет-новостей. Светлану Давыдову, мать четверых своих и троих приемных детей, арестовали 21 января по подозрению в государственной измене. По данным следствия, в апреле 2014 года гражданка России сообщила в украинское посольство о том, что расположенная по соседству с ее домом особая воинская часть опустела. По словам мужа арестованной, в маршрутке она случайно подслушала разговор неизвестного мужчины, который сказал, как военнослужащих этой части, цитата, «в штатском переправляют в Москву, а оттуда дальше в командировку». Муж Светланы до сих пор не понимает скоропостижности ареста и отправки жены в далекое московское СИЗО Лефортово. Она, возможно, как говорится, и посчитала, как говорится, позвонить, например, в украинское посольство, как говорится, с целью, ну, именно, как говорится, чтобы меньше людей гибло, как говорится, что, тем более, как говорится, как Россия не воюет, как говорится, там, или еще что-то, то есть я знаю, что она не могла руководствоваться каким-то вредоносными, как говорится, будем так говорить, мыслями. Если Давыдову признают виновной в госизмене, то женщине грозит до 20 лет тюрьмы При этом ее дело проходит под грифом «Засекречено» Официальных комментариев от следственных органов России получить пока не удается Ариаста россиянки, которая сообщила в украинское посольство секретную информацию, комментировали в Киеве Эксклюзивный комментарий Артевяй дал пресс-секретарь СНДУ Украины Руководство Российской Федерации всегда прибегало к таким методам И через посредством своих спецслужб мониторить ситуацию в обществе, в том числе и в Украине И понятное дело, что в Российской Федерации они ни в коем случае стараются не допустить того, чтобы в обществе, в народе появились вольнодумцы, так называемые Которые думают не так, как рассказывает российское руководство Поэтому арест и слежка за остальными активными членами российского общества Это не новшество, это, к сожалению, норма жизни российского руководства, которое боится, чтобы обычные россияне не узнали той правды, которая на самом деле есть И в том числе и о конфликте на Донбассе, на востоке Украины Интернет-сообщество тем временем задается вопросом, в чем может заключаться государственная измена гражданки Давыдовой, если российских военных, согласно официальной позиции Кремля, на Украине нет Москва на этот вопрос не отвечает, но обещает позаботиться о детях арестованной В администрации уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова сообщили, что намерены оказать помощь оставшимся без матери Мы выясняем обстоятельства дела, судьбу детей При необходимости всем детям будет оказана вся необходимая помощь Назначенный адвокат задержанной Андрей Стебнев в интервью РТВ по телефону заявил, что обвинения против Давыдовой могут быть обоснованными Он собирается провести независимую экспертизу, чтобы установить, действительно ли Давыдова причастна к разглашению гостайны Известно, что в случае доказательства вины в новом статусе Светлана Давыдова будет далеко не одна За 2013 и первые шесть месяцев 2014 года в России по 275 статье Уголовного кодекса о госизмене были осуждены 10 человек Однако все эти люди имели ту или иную степень доступа к государственным тайнам Многодетных мам по этой статье пока в современной России не осуждали Валерий Кипелов, телекомпания RTVI Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова